Динамо стартует в сезоне Сухой Победы Покажет сезон длинный, поэтому посмотрим на дистанцию уже Юность завоевывает Кубок Солея Дай Бог, чтобы все это продолжалось, это только начало всего самого большого пути Шахтеру снова не хватает чуть-чуть В голове-то мыслей много всяких, ну почему, ну почему Динамошинник дважды бьет СКА-юниор Я думаю, мы можем взмахнуться не только на половину, но и на половину Идет программа Майя Лыкова Добрый вечер, большой хоккей вновь завладел нашими сердцами Красочное шоу на Минск-арене, подкрепленное победной игрой Динамо Разве не о таком открытии чемпионата КХЛ мы мечтали Один матч не показатель, но все же он укрепил нашей летней надеждой Что сезон для зубров может получиться крайне удачным Наша Динамо Лазерное шоу, седая ночь на рояле и яркая презентация нового Динамо Стали отличным оперативом к основному действию собственно хоккея И наверняка мотивационно повлияли на зубров Ну как после всего этого проиграть Да, прикольно было, что вышли все вместе, то есть болезнь как-то целая Я когда выходил, слышал, да, с возвращением Классно, это супер, это такие положительные эмоции Что как бы, ну, уделяют внимание каждому хоккеисту И я думаю, это каждому приятно Как нам сказали перед игрой Люди стараются делать шоу, а мы всегда первые матчи, то есть у нас неважно получается, поэтому переломили это Супер классная атмосфера была на Министской арене Я даже так приятно удивился, когда ожидания были большие И я считаю, они оправдались Такой классная атмосфера И болельщики нас вперед гнали Я думаю, что сегодня болельщики наши были нашим шестым полевым игроком Конечно, ажиотаж чувствуется как бы и нами, хоккеистами Потому что, как бы, все так в преддверии, в преддверии большого матча, такое шоу У нас классная организация всего этого Поэтому, я думаю, это очень интересно для болельщиков, да, что как бы Не просто наш хоккей посмотреть, да, как бы, можно еще и там заценить шоу какое-нибудь Я думаю, что это перед хоккеем, как бы, то, что нужно для людей И так немножко подвеселиться, посмотреть, что-то интересно И, как бы, я думаю, это супер То, что с настроем у Динавы все в порядке, было ясно уже на первых минутах Шестая и восьмая стали результативными И это предопределило исход игры Ликовать арену заставили белорусские форварды Виталий Пинчук, подошвленный нахождением в первом звене И Андрей Мороз Это то, на что мы рассчитываем, что делать разницу будет наша молодежь Одним из ассистентов был Роман Горбунов Для которого этот балл стал сотым в КХЛ Я не следил, я только первый раз узнал, когда на табло посмотрел И потом Вадику, говорю Вадика, у тебя сколько? 920 Ну, понятно Чуть позже в середине игры опять отключилось первое сочетание Там Энос и Волков удачно взаимодействует с Пинчуком Дубль Виталия, который так же хорош, как на старте предыдущих сезонов Динамо Амур 3-0 Знаете, я думаю, что мы все одно общее дело делаем И главное, это победа Кто забивает, кто отдает Я думаю, это не столь важно Сегодня один, завтра другой Главное, командой оставаться на льду, за пределами И тогда, я думаю, у нас будет успех в каждой игре Выигрывали борьбу, хорошо выходили из зоны Первые два периода играли без удалений Хорошо играли в обороне, ловили много на себя шайб Заслуженно И хотя в третьем периоде Динамо подсела на удаление Ему все же удалось сохранить сухарь Андрею Корееву Это было очень важно после всех межсезонных разговоров Пересудов о вратарской проблеме и высокой пропускаемости в спаррингах Большой плюс В первой игре сразу отыграть ноль Это уверенность в себе будет в дальнейшем То есть это как глоток воздуха новый То есть это то, что при сезонке было Это уже надо забыть и идти на новый сезон Командная победа, все сыграли здорово И нападающие помогали в обороне, и защитник помогали в атаке И те моменты, что мы позволили Амуру создать Андрюха подчищал, помогал нам Поэтому здорово, когда все играют и выполняют одно дело Шипачев и Дюбе промолчали Но квартально в призвал набраться терпения Все придет Да и серьезных выводов по одной игре никто делать не собирается Победили хорошо, продолжаем работу Лишь через пару-тройку недель уже можно будет судить Об истинной силе нынешнего дина Мы хорошо готовились, поэтому Это всего лишь первая игра Время покажет, сезон длинный Поэтому посмотрим на дистанцию уже Полкоманды новых игроков Да, косяк остался А так, то есть Наоборот усилилась она Поэтому у нас Достаточно сильный коллектив Сплоченный за этот месяц Нам хватило сплотиться Селекция хорошо работала весь сезон То есть подбирали на каждую какую-то позицию Не по фамилиям, а именно на цели Задачи, то есть Чтобы игрок выполнял Поэтому точные вот эти усиления Помогли нам стать сильнее Далее у Зубра в календаре Первый выезд Спартак, Витязь, Борис и Динамо Москва Отправился в путь и чемпионат Молодежной хоккейной лиги Анастасия Кондратенко Побывала в Бобруйске на первых матчах Динамо Шинника в сезоне И изучила новый состав Белорусской молодежки Соскучились по атмосфере хоккея На Бобруйске арене и победным раздевалкам Динамо Шинника Пожалуйста, на этой неделе их было две Бобры уверенно начали новый сезон Молодежной хоккейной лиги С Викторией над Академией СКА Юниор В первом поединке Бобруйчане разгромили Своих соперников 6-1 Во втором дожали в овертайме 4-3 Все молодчики, красавцы Конечно, мы рады Две победы Да, сегодня сложный матч получился Но он такой и должен был быть Потому что, ну, вчера нам Как бы так дались легко голы А сегодня они Сегодня тяжеловато было Вы вроде вытащили там Сравняли счет Повели Удалились Пропустили В овертайме забили Старались, боролись Ну, показали характер Вырвали дом победу И... Сымы Для болельщиков две игры Вообще хорошие были эмоции В первой игре мы набили шайбу В второй игре накал Постоянный все 60 минут Овертайм Я думаю, болельщикам понравилось И это главное В свой третий год в лиге Динамашинник Вступил вновь обновленным коллективом Что вполне логично Для команды Одна из главных задач которой Развитие молодых хоккеистов При формировании Ростера не отходили Уже от наработанного сценария Новичков искали Среди игроков Института сборных Очень много было льда Именно технических Технической работы Людмила Александровна Кузнецова Приезжала Тренер по катанию То есть мы Очень много уделяли Катанию Броскам Ребята Которые только приехали Они быстро втягиваются Конечно, немного Отличаются Хоккей Все быстрее Я думаю, стараются И у нас будет Хорошая ротация Хороший хоккей Работали плодотворно По два льда По триджерный зал Ну, честно Было трудно Но мы сплачивались Где-то Подбавили до друга Где-то терпели Но Будем верить Что это принесет Свои плоды Если в прошлом году Динамашинник Был одной из самых Молодых команд Сейчас бывшие дебютанты Подросли И стали опытнее Остались И уже матерые Волки Ладудька Тукать Шатила Шедловский Для них это будет Третий и последний сезон В составе «Бобров» Перед тем, как отправиться Во взрослый хоккей Ребята 2004 года Хотят отдать клубу Максимум Золотой дивизион Выйти в плейинг Золотой дивизион Подарить ребятам Путь наверх Каждый сезон Это чистый лист И нужно доказывать Свою состоятельность Здесь И Прежде всего Себе, команде Тренеру Болельщикам И если ты дашь себе спуску То смысл того Что ты был здесь ранее Не будет Помог «Бобрам» В первых играх Командированный Из минского «Динамо» Даниил Липский Форвард набрал пять очков Отлично проявил себя Подписавший Контракт с главной Командой страны Николай Салыгам Что, мужики, показательная игра Показали то, что у нас есть характер Нас не так легко обыграть Что, продолжаем в том же духе, давайте Он же подписал контракт с «Динамо» Это его мечта Поэтому Заберем его в мечту Есть другие ребята Они должны Становиться лидерами В прошлом году Да, у нас было три Седьмого Сейчас только Пока один Восьмого года Поэтому, может быть так Мы в середничке По лиге Мы в середничке Ну, хотелось бы Чтобы ребята Которые пришли Уже как бы Начали показывать Хоккей Все равно как-то робко Такой хоккей у нас Все Не можем отойти от высшей лиги Больше всего изменения в стане «Бобров» Коснулись вратарской линии Защищать цвета «Динамо» Шинника будут Антон Круповец И Евгений Прохоров Оба из высшей лиги Поможет им Константин Власенко Из прошлогоднего состава Но тогда В присутствии более опытных Масальского и «Чайки» Игровой практикой Он был обделен Конкуренция присутствует Здоровая конкуренция На тренировке Каждый Каждый Подталкивает Своего Коллегу Чтобы он становился лучше И Это в каждой команде Три вратаря Три равных вратаря У нас Очень хороший Тренерский штаб Много тренеров Тренеров по физку подготовки Главные Все знают Своё дело И будут давать нам Наставления Чтобы мы Ровно-ровно Двигались И схватало силы Команда Весь команда Не важно кто приходит Кто уходит Важно как мы будем Действовать вместе И Я думаю что Если мы будем На одной волне То В принципе и на льду Будет всё на одной волне Начинают Бобруйчане С пятиматчевой Домашней серии Два поединка позади Остались ещё Две встречи с крыльями Советов 8 и 9 сентября И матч со Спартаком 11 сентября Задачи для клуба Никак не изменились Плей-ин Плей-офф И выход в золотой дивизион Но если вспомним За два года После возвращения Шинников в МХЛ Выполнить их полностью Так и не удалось Свой первый сезон И будем честны Своим лучшим составом Почти прошли В плей-офф В следующем Почти попали В плей-ин Но почти не считается Если раньше В решающих поединках Андрей Михалёв Мог рассчитывать На помощь игроков Основы Зубров Сейчас подпитка из Динамо Если и будет То уже не столь серьёзная Ведь многие из тех Кто раньше делал разницу Просто выросли Придётся справляться Своими силами Но может быть Именно так Как из третьей попытки Получится Наконец преодолеть Рубеж почти И поставить Отметку Пройдено Если будем играть По системе Как попросит Тренерский штаб Как можно меньше Ошибаться Меньше Отсевлятины Будем стараться И я думаю Мы можем Замахнуться не только На половину У команды есть характер Много способных Ребят Каждый бьётся Друг за друга И в этом Наша сила Да сезон покажет Я сейчас даже не могу Загадывать Что будет завтра Даже Будем Будем стараться Будем стараться Добавлять Игре к игре Поэтому Самое главное Наверное Чтобы Создать Так Рабочий коллектив Такой Да Единомышленников Чтобы они понимали Нашу систему игры Да И прислушиваться А сейчас переходим К большой связке Сюжетов О Кубке Салея Финал четырёх Прошёл в Витебске В минувшие выходные Поочерёдно Мы расскажем Обо всех участниках Турнира Снизу Вверх Первый материал О хозяевах Северных Медведях Войти в историю И в третий раз подряд Выиграть белорусский кубок Витебску не удалось В полуфинале Против шахтёра Коллектив Романа Юпатова Не был плох Но стал жертвой Куража пойманного Алексеем Снытко И отвернувшейся Фортуны Вчера дали много сил И эмоций Очень обидно было Вчера проиграть Если честно Шайба не лезла Сами пропустили голы Всё не получилось Тут нет какого-то Чего-то одного Наверное Я даже не знаю Просто Просто Что было на групповом этапе Здесь наверное Не было даже ни грамма Да и парни тоже Про издевалки Все не понимают Что Почему Почему всё это сломалось Почему Будем сидеть Думать Анализировать Не выход в финал Напрочь убил мотивацию Витеблян Хотя они были дома И должны были заставить себя Сыграть Для родного зрителя Но психология Штука тонкая Порвалась Не сошьёшь Поражение от химика И четвёртое место Сегодняшнее поражение Просто Опустошение Как будто бы Как будто Сейчас не август А апрель Мы проиграли седьмой матч Кстати Хочу извиниться перед болельщиками Как бы не скажу Что мне вот стыдно Я рад что мы сюда его привезли Ну очень обидно Что так получилось Если честно Ну спасибо им за поддержку Если так можно выразиться Мы Безусловно конечно Все понимают Что через поражение Люди становятся сильнее Ну просто Когда ты проигрываешь В ответственных матчах Это очень больно Понятно что это Потом будет осознание У меня У всех У ребят Ну просто всем больно Проигрывать Вот именно на таких стадиях Поэтому Мы просто будем Надеюсь Мы будем сильнее И Мы Сделаем работу Над ошибками После тех кубковых успехов Затем были ранние вылеты Из плей офф Поэтому Может и надо было Сменить масть Сейчас уже не будет Сидеть в голове мысль Свой-то трофей Мы уже Взяли Посмотрим Ну я надеюсь Ну мы как бы всегда голодные За чемпионат Но в этом году Мы больше готовились Именно не только Вот к кубку А мы уже к сезону готовились Больше Ну больше уделяли внимание Вообще Я думаю Адекватной задачей Как хотя бы и в том году Это быть В тройке Нужно Идти дальше И уже Более опытными Уже с какими-то мыслями А так По Витебску Хорошая организация Ничего не могу сказать плохого Мне нравится здесь Мне нравятся отношения Внутри коллектива Внутри команды Остается только сказать спасибо Что люди стараются Для нас Люди Болельщики тоже Очень Любезные Подбадривают И гонят вперед Поэтому Сейчас исходя из селекции Когда потерь было много А приобретений Не полностью их компенсировали Кажется что Витебск Должен отступить с той позиции Что была в прошлой регулярке Второе место С другой стороны Опытное ментальное ядро Сохранено Да и северные медведи Никогда не брали громкостью имен Это коллектив тружеников С четко расписанными Под каждого Функцией Тут многие начинали Когда-то в свое время Мы пришли Нам доверились Мы как бы Воспользовались шансом И думаю что Оправдываем Доверие И поэтому Тут все все равно родное Вокруг этого костика И строится Ну скажем так Команда Сейчас Где-то более Другие игроки Где-то Игра Поменялась чуть-чуть На более Спокойную Такую Я не знаю даже как выразиться Может где-то от обороны Сейчас играем чуть-чуть Не как раньше Не в захват такой Честно Я не хочу оценивать Своих ребят Других команды Потому что Это настолько Это все У вас могут быть Очень Например сильные игроки Но они Могут не найти Верс собой Контакт И тогда Ничего не получится А может быть такое Что игроки Какие-то Ноунеймы Ну просто Они сработали Каждый делает свое дело И все Тут большая работа Самого коллектива Наверное Поэтому я не знаю Как будет Но я надеюсь И я верю в своих партнеров Среди команд Вышедших Финал 4 Был коллектив Чье продвижение Так далеко Стало неожиданностью Это Новополоцкий химик Своим выступлением В Витебске Дружина Станислава Коробова Доказала Неслучайность Нахождения В топ-квартете Турнира Химик стал третьим И для него это Наивысшее достижение За почти два Десятка лет Новополочане Вынудили нервничать Юность в полуфинале И отрезки не смотрелись Лучше нее И за счет большего желания Одолели Витебск Вчера уже отмечали в интервью Что мы хотим Для нас важно было Это Третье место Поэтому У нас Ну Нет мотивации Нам сегодня Не надо было Соглашусь с вами То есть Команда Достигла на кубке Я так понимаю Первый раз Такого результата Это праздник Для болельщиков Для города Ну и для самой Как бы Спортивной школы Для клуба Я считаю это Знать плюс Ну я не скажу Что неожиданный Но Мы не будем Да там Рассказывать Что мы там Такой у нас был план Там без Игр Товарищских Как бы Зайти сразу в кубок Дойти до финала Четыреха Ну не было такого конечно Но раз так получилось От игры к игре шли Как бы Ну зашли в этот финал Чему мы рады были Ну а третье место Да это Ну стимул для нас Ну он должен дать толчок Наверное к росту Нам Ну надо выходить на Им туда Повыше Повыше надо Забираться Важным фактором Который помог новополочанам По крайней мере На данном этапе сезона Стало сохранение Прошлогоднего ростера На процентов 80-90 Отпища других команд Химику не надо было Притираться И сыгрываться Вот это уже Можно сказать был Наш план То есть мы В конце сезона Со всеми ребятами Все обговорили Как бы Ну мы хотели Сохранить костяк Хотели сохранить Своих пацанов Ну я считаю Просто что Все равно Играя за свой клуб Как бы Ну никто Ну не сыграет Как бы лучше То есть ответственнее Чем ну свои Родные пацаны Поэтому это Ну это Больше это было Мое решение Чтобы все остались Чтобы они доказывали Здесь Дома При своих болельщиках При своих Родных Близких Как бы Ну я думаю Что у них Больше стимула будет Это сделать здесь Дома Поэтому Это мы делали Селенаправленно Ну в любом случае Это плюс Потому что Кто-то с кем-то играл То есть уже связи наигранные есть Как бы тренер знает От кого чего ждать Конечно Конечно Когда меняешь 50-60% состава Ну это тяжело И тренерам и самим игрокам То есть это Постоянная там Ну притирка И искать где-то химию между звеньем А когда У тебя сохранено Больше Количество состава Немного проще Я думаю и тренерам работать Самим игрокам Столь успешное выступление в Кубке Это еще и плюс В плане осознания команды Своей силы возможностей По мнению Некоторых специалистов Если кто и сможет Приятно удивить Из команд Нижней части таблицы То это в первую очередь Посмотрим как мы будем Всякое бывает Если главное Чтобы была глубина состава Так исполнители Добавили Да неплохие там у нас есть Три звена Плюс хорошая молодежь Которая добавляет Ну я считаю Мы должны Сделать шаг вперед Сделали точные Такие Ну Подписания Добавили Я считаю Что добавили где-то мощи В атаке В обороне в первую очередь Тоже Но посмотрим Как оно будет дальше В любом случае Факт отрадный Что в Новополоцке Не хотят мириться С уже опостылевшей Ролью из вечного Середняка И помышляют о продвижении Верх Хотя бы на несколько Мы Не хотим проиграть Серию В плей-офф 0-4 Вот так вот скажем Будем верить Что В этом сезоне Будут немножко Другие там И задачи Как бы Лично перед командой Поставлены И будем стараться их Потому что Как там сказал Главный тренер С года в год И играть за плей-ин И в плей-оффе 0-4 Скручиваться Никому не интересно Сначала это зайти напрямую В плей-офф хотя бы Не через стадию Плей-ин Ярославу Чупрису Не везет Большие игры Ему не удаются Желанные трофеи Не покоряются Остается тешить себя Мыслью Что это закаляет И делает сильнее Говорим о Шахтере Шахтер взял реванш у Витебска За прошлый розыгрыш кубка Сыграв осторожно и терпеливо Но сам до трофея В очередной раз Не добрался При равенстве возможностей Уступил юности В финале К сожалению Опять второй год Проигрываем В финале Досадное Обидное Поражение Да, я думаю Матч получился Хороший Упорный До последней секунды Была интрига К сожалению В плане было вагон Пацаны бились Рубились С горящими глазами И друг за друга Живая лавка была Ну то есть Команда Команда вышла Рубиться за победу Да, где-то чуть-чуть был Может быть Соперник немножко То ли посвежее То ли побыстрее В каких-то моментах Но именно касаемо Команды Вопросов нет Упрекнуть Кого-то Да ни в коем случае Никогда в жизни После такого финала После такой игры Да, обидно Проиграли второй финал подряд Никому, наверное, не интересно Второй Или третий Или пятый Все хотят кубок Как и я в частности Очень хотел кубок Но Подбеждает одна команда Кубок Салея Заколдованы для шахтера Турнир С каждым годом Солигарчане выступают в нем Лучше и лучше Но взойти на вершину не могут В последнее время Команда держит Высокий уровень На длинных дистанциях Но самые важные матчи Что в плей-офф Что в таком скоротечном турнире Проигрывает Ну, плей-офф Это отдельная тема Как бы все равно Здесь кубок Салея Складывается Из одной игры Полуфинал Финал До одной победы Ну, где-то не фарт Где-то Эмоции переполняют Команда у нас хорошая Коллектив хороший Ну, если не первое место То это неудовлетворительный результат Поэтому Вроде как и неплохой результат Команда Но в то же время У меня может в голове Своя вера Ну, глупо сейчас Неправильно Некрасиво Будет Ну, какие-то Мы сегодня проиграли Простое объяснение Другая команда Выиграла Мы проиграли Почему? Ну, не знаю У меня нет ответа Еще раз говорю Ну, выдумывать Какие-то там Моменты Про какую-то Ну, черт побери Ну, черт побери Так есть И к сожалению К сожалению Есть оно так Меняется состав Приходят новые люди Кто-то уходит Но В принципе Костяк остается И Мы стараемся Из года в год Создавать хороший коллектив В принципе У нас это получается Ну, чуть-чуть К сожалению Не хватает После прошлого поражения В кубке команда Распрощалась с лидером Стефановичем Сейчас таких громких Отчислений вроде не предвидится И в целом Ярослав Чуприс Верит в свой новый созыв Сто процентов Да, естественно Нужны какие-то Моменты усиления Определенные То есть И Надо двигаться дальше То есть Есть моменты Которые нужно усилить Но опять же То, что Есть кулак Есть Есть мужики Которые Ну, нету именно Знаете, такого Нытья Скуление Что что-то не так Тяжело Плохой лед Нет, конечно Встряска на данный момент Не то, что может она и нужна Встряска Посмотрим Еще раз говорю То есть на данный момент Я не хочу Делать какие-то горячие заявления Это глупо Ну, это непрофессионально Да, поэтому Пройдет какой-то Этап времени День Два Пол дня Я не знаю Не могу ничего сказать И Что-то мы Что-то Что-то мы примем Какие-то решения Обладателем Кубка Салея Стала юность Для нее Это первый титул За последние три года О факторах успеха Порассуждают Главные творцы победы Тренеры Хоккеисты Руководство Эмоции И слова Я очень рад и горд за команду Которая действительно показала хорошую Самый важный момент Когда Все Когда все хотят побеждать Это Руководители Это все что Это команда Это команда Когда все работают На этот результат Наверное Наверное Это приятно Тем более Это Кубок Нашего легендарного Защитника Очень Такой Легенды белорусской Его в войне приятно Выиграть Но мой коллектив Это самое главное Иногда даже не важно Какие-то Индивидуальные качества Я думаю Кубки Победы Приносят В основном коллектив И сплоченный На самом деле Первый трофей Очень благодарен ребятам Все здорово отработали Редактор субтитров Новый тренер. Слушали, впитывали. Стараемся выполнять это все. Это приносит плоды, приносит результат. С первого дня начали хорошо работать. Хорошая предсезонка была. Поработали на земле, на льду много бегали. Привыкали к тактике. Можно сказать, на удивление, очень быстро всех питали. Это, что, которые были ребята в команде, вновь пришедшие, молодые все, проникли в систему и выполняли свою работу просто. Это агрессивная игра везде. Не выстраивать никаких заборов. Стараться играть по шайбе. Ближе, плотно. Так в основном такой хоккей и получается. Я думаю, что для зрителей интересно, как мы играем. У нас все вместе. И атакующие, и агрессивные, и оборонительные. Я думаю, должна быть связка такая, чтобы все получилось. Главное требование тренера, чтобы все выполняли, я думаю, залог у спирта. Подняли планку, я имею в виду игры, то есть одержательные игры. Хотел бы продолжать так активно играть. Я думаю, что они понимают сейчас, что я не хочу, что мы от них хотим, в каком плане нам двигаться. То есть я рад, что они подхватывают это. То есть они получают это подхватить быстро. Тринерский штаб. На самом деле это очень много. Я сейчас понимаю, что тринерский штаб – это очень большой залог у спирта. Действительно, мы проводили до этого хорошие трансферные кампании. Но потребовать с игроков то, что они должны делать, это заслуга тренера. Шли от игры к игре. Все сработали как один механизм. На данный момент хотелось бы все это сохранить на сезон. Все это содержание, все это, скажем так, ребята относились к его модели. Редактор субтитров А.Семкин Мы собрали очень беспособный коллектив именно хоккеистов, которые реально могут... Каждый из них – это имя. Каждый из них – это, я считаю, для Беларуси топ. Мы собрали очень качественных легионеров, забрали топ игроков с нашей экстра-лиги. Это мы берем, допустим, из Динамо Молодечного взяли топ защитника, из Витебска мы взяли топ нападающего, из Гомеля взяли трех топ игроков. Поэтому работа была проделана очень серьезная. У нас все четыре линии могут забить, отдать даже по этим двум играм. Как бы все ровные, нету таких... Все только номинальные – первый, второй, третий, четвертый. Поэтому и кто сидел на лавке, и кто сидел на трибунах, там пацаны, они всегда заряжены выйти, помочь в любой момент. И что самое интересное, самое главное – они знают тактику, и в любую схему они сразу в колею валятся. Действительно хорошие, по всем линиям, наверное, если взять, так посмотреть. На бумаге выглядит неплохо. Главное, чтобы на деле было хорошо. Нет, да, конечно, зарождается, все нормально, все в процессе. И надеюсь, что дальше только наверх, вверх, вверх, вверх пойдем. Дай бог все это, чтобы продолжалось, как бы это только начало всего самого большого пути. Ну, как оказалось до Сталка сейчас, да, когда его спросили, он сказал, что почему мы не выиграли все игры в сезоне. Я услышал, я запомнил, поэтому посмотрим. Вы красавцы, вы все сделали, вы выполнили, вы пахали июль-август, вы прониклись. Да, ну, просто коллектив, команда, хочется вот это, я вам сказал, да, не звезды у нас, команда-звезда. Сегодняшний овертайм завершен. Смотрите нас по пятницам на Беларусь 5. Давайте жить хоккеем вместе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова